Гуманитарная помощь. Армавирцы собирают школьные принадлежности для Новороссии. Горячая линия. Горожан возмущает санитарное состояние мест общего пользования. Золотые медали. Свою победу в европейских играх Беслан Мудранов посвятил папе. День знаний идет в Новороссию. Во время летних каникул по всей России объявили сбор школьных принадлежностей для детей Донбасса. В Армавире акция продлится по 5 июля. С подробностями Инна Лепеткина. 1 сентября 70 тысяч первоклашек пойдут в учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик. Для учащихся начальной школы в первую очередь нужны ручки, фломастеры, тетради, альбомы, а также спортивные одежды и обувь для детей в возрасте от 7 до 10 лет. В перечень школьного портфеля входят пластилин, бумага, клей, краски, дневник и ранец. Всего от 25 до 29 наименований для 1, 2, 3, 4 классов. Именно такие комплекты собирают все России для младших школьников Донбасса. Несмотря на то, что на юго-востоке Украины до сих пор неспокойно, дети продолжат свое начальное обучение, но уже с нашей помощью. В преддверии 1 сентября 2015 года отдел по делам молодежи и комплексный центр социального обслуживания подростков и молодежи приглашает жителей города принять участие в благотворительной акции «День знаний в Новороссии». Каждый желающий может принести канцелярские товары, спортивную обувь, школьные ранцы для детей, которые отправятся в школы Луганска и Донецка. Сбор боготворительный производится по адресу улица Шмита, 132, телефоны для справок 574-19. Все школьные принадлежности должны иметь сертификаты и спецификацию. Это указано на этикетке товара. В Армавире акция «День знаний в Новороссию» продлится до воскресенья. 6 июля собранные пожертвования отправят в Краснодар, а затем и в Москву. К 1 сентября гуманитарным конвоем МЧС России доставят школы Донецка и Луганска. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РНТВ, Армавир. К другим темам. Кто в Армавирском водохранилище живет? Горожане уже привыкли, что каждый год в летнее время единственный водоем в зоне отдыха объявляют непригодным для купания. Обычно в воде находят какие-нибудь патогенные микроорганизмы. Как обстоят дела в настоящий момент, расскажет Влада Волошина. Дарья Гелейша говорит, что настроение у нее отличное. Радует свежий воздух и хорошая погода. Отдыхать на городском водохранилище ей очень нравится. Дарья пришла сюда вместе с детьми. Семья наслаждается общением с природой. Однако к воде девушка относится с недоверием. Мы не купаемся. Ни мальчик, ни девочка у меня не купаются. Я не разрешаю только максимум ножки помочить, и то недалеко заходить. Потому что я знаю, что кишечная палочка и всякие неприятности не надо. Позагорать можно. Поиграть в песочке. А так не надо лучше. К сожалению, армавирцы уже привыкли к тому, что каждое лето в акватории водохранилища находят каких-нибудь непрошенных жителей. То есть содержание патогенных микробов превышает норму. Мониторингом состояния воды занимается армавирский филиал Центра гигиены и эпидемиологии. Каждые 10 дней его сотрудники отбирают пробы воды, почвы и придонного ила и проверяют их на содержание микробов, вирусов и химических веществ. Результаты последних исследований радуют. Было отобрано 7 проб. Все пробы, которые были исследованы, они соответствуют требованиям санитарного законодательства. Это означает, что на данный момент вода безопасна. Ситуация пока устойчивая и сохраняется в течение мая и июня. Разумеется, пить или случайно заглатывать эту воду все же нельзя. Она предназначена для купания. Однако Дарья Гелейша может смело разрешить своим детишкам поплавать. Сотрудники Роспотребнадзора говорят, что последние 5, а то и 6 лет не было на Армавирском водохранилище такой благоприятной ситуации. Будем надеяться, что она сохранится в течение всего лета. Влада Волошина, Артур Крыджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Горячая линия канала РЕН-ТВ Армавир продолжает помогать горожанам. В редакцию обратились армавирцы, которых возмутило санитарное состояние туалетов на городском кладбище. На месте побывала наша съемочная группа. Армавирцы привыкли видеть наш город чистым и ухоженным, поэтому добиваются порядка во всех уголках. Не стали исключением и места общественного пользования на городском кладбище. На горячую линию РЕН-ТВ Армавир позвонила Эмма Петровна. Состояние туалета повергла женщину в шок. Я никогда в туалет на муниципальном кладбище не заходила, а то оказалась свидетелем. И тут две женщины. Одна была в туалете наш. И говорит, слушай, у вас такой красивый город, но в туалет. Я зашла, чуть в оморок не упала. Кто отвечает за это? Значит, чистить кладбище? Говорят, чистите. А что ж они туалет не приведут в порядок, а? Я в шоке была. Я никогда туда не заходила, потому что я житель Армавира. А это я услышала разговор сестра, еще мне говорит, не ходи. Я говорю, да как не ходи? Это мнение о нашем городе. И я пошла. Да, я была в шоке. Наша съемочная группа связалась с администрацией городского кладбища, на что получила ответ, что уборка мест общественного пользования проводится регулярно. Занимается содержанием туалета муниципальное предприятие города Армавира, Армавир Горстран. Занимается полностью содержанием, уборка, покраска его и так далее и тому подобное. Мы прозвонили в Армавир Горстран, приехали специалисты и провели уборку и инфекцию туалета. Сейчас, в данный момент, он в соответствии, как положено, уборка произведена лучше. В момент приезда съемочной группы в туалетах навели порядок, отхужие места посыпали хлоркой. Надолго ли сохранится чистота, зависит прежде всего от аккуратности самих граждан. Посетители кладбища часто не утруждают себя даже тем, чтобы донести мусор до контейнера. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. В доме Дангулова состоялась творческая встреча с писательницей Надеждой Кремневой. Сейчас она живет и работает во Франции, но старается не терять связи с родным Армавиром, куда по-прежнему приезжает за вдохновением. На встрече в узком кругу друзей наша землячка презентовала сборник «Дорога к мельнице». Если вы хотите сделать комплимент Надежде Кремневой, то не сравнивайте ее с француженкой. «Я русская, русская была и останусь», – говорит она. А природная утонченность и неспешная манера в движениях и речи скорее выдают воспитание и внутреннюю интеллигентность. Она родилась в Армавире. Здесь в 9 лет на местном телевидении состоялся первый литературный дебют как поэтессы. Любимое место – Пионерский парк и, конечно, дворец пионеров. Наш кружок, который вела Роза Анатольевна Шамис. На месте двора, где прошло детство, теперь возвышается гостиница «Армавир». Но память сохранила ту атмосферу, которая в 60-е годы царила в нашем городе. Интересно было то, что в это время здесь жили уникальные люди. Это, как правило, были люди, репрессированные в годы сталинского режима, но потом отбывшие ссылку или срок и поселившиеся здесь, потому что ближе к Москве не позволялось селиться им. Здесь был какой-то рубеж, армавир. И поэтому в городе собрались люди совершенно разных профессий и необыкновенных талантов. Главной темой в творчестве Надежды Викторовны является человек. Она автор трех поэтических сборников – романа «Бессмертный Ларионов», а также множество переводов. В этот раз на суд близких и друзей она представила новый сборник «Дорога к мельнице», куда входят две повести и рассказы о необычных судьбах обычных людей. Сюжеты разные, герои разные. И мне кажется, чем разнообразнее темы и герои, тем интереснее книга. Есть много рассказов и стихов об Армавире, и о Москве, и о Греции, и о Франции. Везде, где я бывала, есть свои впечатления интересные. Вот делюсь ими. Все свои армавирские реалии я увезла с собой, постепенно осаждаю на страницах и таким образом делюсь с читателями, говорит Надежда Кремнева. У Гриши была широкая натура, именно та, которую мы называем русской. Он готов был отдать последнюю рубашку, чтобы помочь незнакомому человеку опохмелиться. Во Франции Анна не забывает, что русская и всегда выступает за чистоту родного языка. Это советуют делать и всем землякам. Читать, читать, не говорить то, что любят все, то, что делать легко. Читать и слушать. Это самая лучшая школа для любой личности. В Армавире Надежда Кремнева провела еще одну встречу с читателями в городском дворце культуры. Тем, кто не попал на творческий вечер, не стоит огорчаться. Книги Надежды Викторовны можно найти во всех библиотеках Армавира. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Новый интернет-портал дарит золото. Городской сайт проводит конкурс селфи, который называется «Я люблю Армавир». Можно выиграть ювелирные украшения, сертификаты на посещение фитнес-клуба и базы отдыха. При этом прогулка по информационно-новостному ресурсу станет полезной и интересной людям разного возраста и профессий. На одном сайте собрана вся информация о городе, начиная от справочника предприятий до новостей Армавира. Селфи, сделанное в любимом месте Армавира, может стать золотым. В городе начал работать современный информационно-новостной ресурс. Его адрес – 3wgorodarmavir.ru. Это справочник предприятий, шопинг, досуг, афиша, работа, объявления, продажи и покупки автомобилей и недвижимости, карта города, погода, гороскопы, новости. Все самые значимые события Армавира находят отражение в оперативных информационных лентах с интервью, видео и фотоматериалами. 5 июня интернет-портал городarmavir.ru запустил новый конкурс «Селфи». Вы можете стать звездою нового проекта «Селфи». Конкурс «Селфи. Я люблю Армавир». Поделитесь со всеми своей любовью к нашему городу. Сфотографируйтесь сами или с друзьями на фоне какой-либо армавирской достопримечательности. Пришлите свое селфи на инфособакогородarmavir.ru и выиграйте призы. Условия очень просты. С 5 июня по 5 июля принимаем ваши фото. Не забываем указывать фамилию, имя, телефон. С 6 июля по 5 августа – этап голосования. Кто получит больше голосов на сайте, тот и становится победителем. Итоги конкурса подводятся 6 августа. 7 августа – награждение. Итоги голосования будут отображаться в режиме онлайн на сайте и озвучиваться в эфире. Телеканалы РНТВ «Армавир» и «Авторадио Армавир». Призы такие, за которые стоит побороться. Автор фотографии, получивший большее число лайков, будет награжден золотым ювелирным украшением. За второе место – абонемент на занятия в фитнес-клубе «Витаклаб», а за третье – сертификат на посещение базы отдыха «Уруп». Прогулка по новому информационному ресурсу станет полезной и интересной для людей разного возраста и профессии. На одном сайте собрана вся информация о городе. Не знаешь, чем сегодня заняться? Где выгодно продать авто? Снять или купить жилье? Где найти новую работу? Не знаешь, где продать старое барахло или заказать новые окна? Справочник предприятий. Афиша. Недвижимость. Доска объявлений. Работа. Автобазар. Не забивай голову. Вся самая полная информация на сайте города Армавира. www.gorodarmavir.ru Заходите на сайт www.gorodarmavir.ru Знакомьтесь с правилами участия в конкурсе «Селфи». Голосуйте за участников. Выигрывайте золото. И узнавайте все самое интересное из жизни Армавира. Ирина Рухлядко, Артур Кржанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. День немецкого языка и культуры состоится 3 июля. Из-за погодных условий мероприятие пришлось перенести, но отложенный праздник не потерянный. Поэтому организаторы концерта и участники также ждут встречи с гостями в рамках 4-го городского фестиваля «Многонациональный Армавир». Старинные баллады и современные эстрадные номера позволят прикоснуться к древнейшей европейской культуре. Подробности у Ларисы Ировской. 3 июля в 18 часов в городском парке на уютной летней эстраде концертную программу покажет немецкая национально-культурная автономия. Среди подрастающего поколения все больше тех, кто с удовольствием изучает родной язык. К слову сказать, именно интерес молодежи к культуре вдохновил старших объединиться. Программу праздника всегда составляют со свойственной аккуратностью и повышенным вниманием к мелочам. Это обязательно. У гостей должно возникнуть желание вернуться в зрительный зал еще раз. Пожалуйста, приходите, мы будем ради вас видеть. Послушайте немецкие песни, стихи. Полюбуйтесь на наших детей, исполняющих различные танцы. И вообще, приятно проведите время. Велькомен Цуонзавамфест. Добро пожаловать на наш праздник. В центре немецкой автономии весь год изучают родной язык, обычаи и обряды. Разучивают стихи и репетируют танцевальные номера. Гёте, Шиллер, Лессинг, Гейне – имена великих литературных классиков – знает весь просвещенный мир. У армавирцев будет прекрасная возможность услышать, как звучат строки в подлиннике, а также открыть для себя современных авторов. Вы услышите стихотворение Дас Херст, но это современного поэта, и услышите Лорелею, которую, наверное, в школе когда-то учили, да? Великого Гейне, в переводе Миринского. Вечер немецкого языка и культуры состоится 3 июля в 18 часов в городском парке культуры и отдыха. И помните про немецкую пунктуальность. Концерт, как всегда, начнется без опозданий. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Армавирский дзюдоист Беслан Мудранов победу в первых европейских играх посвятил папе. 2 июля спортсмен рассказал о золотой схватке в Баку. Борец входит в состав сборной России и является единственным представителем Армавира, участником игр. Примечательно и то, что домой Беслан привез две золотые медали, за что вторая, знает Ирина Рухлядко. Европейские игры в Баку проводились впервые в истории. Стартовали они 12 июня и завершились 28 числа. В течение двух недель спортсмены из 49 стран Европы боролись за золото в 19 видах спорта. Один из них – это дзюдо. Армавирец Беслан Мудранов стал лучшим весовой категорией до 60 килограммов. Сейчас ему 28 лет, а в борьбу он пришел, когда ему было 12. Если мы говорим вообще о соревнованиях такого уровня, это и универсиада в прошлом году проходила в Казани, и первые европейские игры в этом году, то школа самбо и дзюдо традиционно поставляет спортсменов в сборную России для участия в этих мероприятиях. Если универсиада у нас был Василий Караулов, в этом году у нас на европейских играх отлучился Мудранов-Беслан. 2 июля победитель европейских игр под дзюдо Беслан Мудранов ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция прошла в тренировочном зале школы самбо и дзюдо. Победа спортсмену далась нелегко. До золотой медали Беслан провел три схватки с сильнейшими спортсменами из Чехии, Германии и Голландии. Все выиграл. В финале Беслану противостоял бронзовый призер чемпионата мира 2013 года охран Сафаров из Азербайджана. Честно говоря, я выходил и знал, что начиная с первой секунды надо до конца бороться, потому что я боролся с азербайджанцем. И судейство, если разная схватка будет, в любом случае просто мне одно замечание дадут, я эту схватку проиграю. И я пытался всю схватку атаковать. И 17 секунд там оставалось. И он начал меня как бы бросать, и я его сконтрил на японию. В соревнованиях по дзюдо одновременно разыгрывали медали и чемпионата Европы. Таким образом, одна победа принесла Беслану Мудранову две награды. Обе высшие пробы. Наставник спортсмена, заслуженный тренер России Рудольф Бабаян отметил, что Беслан обладает отличными физическими данными, уникальной техникой и сильнейшим характером. В зале он проводит по пять часов каждый день. Хотелось бы и Беслана поздравить. Он теперь стал трехкратным чемпионом Европы. Вообще новейшей российской истории. Он первый спортсмен, который достиг такого результата. Ну и, соответственно, я думаю, что и сомнений-то не было в его участии на Олимпийских играх 2016 года. Но он такую жирную точку поставил с сомневающимся. Теперь нам, я думаю, спокойно надо готовиться к Олимпийским играх Ряда-Жанейро. И, соответственно, самое главное – это сохранить здоровье и прекрасное настроение на соревнованиях. Беслан Мудранов рассказал и о том, кому он посвятил свою победу. Несмотря на то, что накануне важнейших соревнований у спортсмена родилась вторая дочка, а главный его болельщик – это отец. Он живет победами сына и пристально следит за всеми событиями в мире дзюдо. Я думаю, что я обязан родителям посвятить эту медаль, потому что меня отец, не знаю, он, наверное, больше меня хочет, чтобы я стал Олимпийским чемпионом 100%. Он в каждом весе всех спортсменов знает. Иногда я, когда на сборах нахожусь, соревнования идут, и он мне звонит, что смотришь соревнования. А я не смотрю соревнования, а он сидит смотрит. И он знает, кто и у кого, когда выиграл. Впереди у Беслана Мудранова серьезнейший период – подготовка к чемпионату мира. Пройдет он в конце августа в Казахстане. А в следующем году – летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где армавилец поборется за главное золото для каждого спортсмена. Ирина Рухлядко, Максим Котов, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. От новостей спорта к метеопрогнозу я передаю слово Марине Локтевой. Она расскажет о погоде на пятницу. Здравствуйте. Партнер этого выпуска прогноза погоды – магазин «Гектар». Предлагает большой ассортимент товаров для сада и огорода. Более 10 тысяч наименований. Кроме того, целая коллекция семян и все для животных. Ефремова 270, телефон 52825. В последний день этой рабочей недели будет облачно с прояснениями. Дождь пойдет после обеда. Ночью градусник покажет 20 градусов, днем поднимется до 25. Ветер подует с востока силой до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции – День ГАИ. Так что поздравьте всех своих знакомых. Но на этом у меня все. Я желаю вам удачи в делах. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск с новостями. Вы можете также познакомиться на сайте городармавир.ру, на авторадио Армавир и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова